Какие бывают доменные зоны? Именно на этот вопрос мы дадим ответ в данном видео. Минимум ненужной информации, только самое важное. Обязательно досмотрите до конца. Итак, какие бывают доменные зоны? Вообще, доменная зона включает в себя все множество доменных имен определенного уровня, входящих в конкретный домен. Например, доменная зона com.ua включает все доменные имена третьего уровня в этом домене, однако в разговорной речи под доменной зоной обычно понимают домен первого уровня, такой, как привычные всем .ru, .rf или .com. Выбирая домен, вы наверняка планируете обосноваться в зоне .ru, однако там все интересные домены с красивыми именами могут быть уже заняты. Но ничего, мы не будем огорчаться, есть множество других доменов первого уровня. Список национальных доменов, самый большой, его легко найти в интернете. Это двубуквенные домены, созвучные названием стран. Некоторые страны требуют, чтобы покупатели имен имели какое-то отношение к их территории, зато остальным это глубоко безразлично. Вы можете поискать красивые имена там. Только сперва загляните на страничку регистратора и убедитесь, что зона вам по карману. Допустим, Puerto Rico. За имя в своей замечательной, удобный .pr просит 150 000 рублей в ценах на 2016 год. Можно даже выбрать такое имя, которое служило бы хорошим окончанием слова в имени вашего сайта. Однако помните, что эффект от вашей SEO оптимизации будет в первую очередь проявляться в той национальной зоне, к которой относится ваш домен. В то время как в рунете он может быть несколько понижен в выдаче в силу своего иностранного происхождения. Помимо национальных есть и общие домены. В некоторых таких, как biz, info, нет и .org может купить имя любой желающий. Не будем забывать и о совсем новых доменах первого уровня, запущенных совсем недавно. Как вам зона .yoga? Или, допустим, .vodka? Выбор огромен, так что не надо зацикливаться на .ru и выкладывать огромные деньги за раскрученное имя для своего магазина. Итак, я рассказал о том, какие бывают доменные зоны. Полезные ссылки вы, как всегда, найдете в описании к этому видео. Если понравилось видео, подписывайся на канал, ставь палец вверх и будет тебе счастье. А теперь похождения юного маркетолога. Однажды юный маркетолог писал три буквы на заборе и на дизайне сэкономил и удовольствие вагон.